Как показала практика туда, исходя из тех футболистов, которые у нас есть в наличии. Ребята достаточно умные, поэтому то, что мы им предложили, они хорошо это приняли, впитали и концовка сезона показала, что да, оно работает и то, что мы предлагаем, то, что они самое главное слушают и слышат, это самое важное. И сами, я думаю, вы заметили, что рисунок игры поменялся в лучшую сторону, но мы на этом не будем останавливаться, а, естественно, будем двигаться сейчас в зимний период этот большой подготовительный. И я уверен, что в новом сезоне вы увидите еще более мощный пахтакор и более скоростной. У Пахтакора задачи все одни, всегда. Во всех турнирах, в которых мы участвуем, естественно, перед нами стоит задача везде побеждать. Других задач не было и никогда не будет, потому что Пахтакор это флагман узбекского футбола. Соглашусь с этим, да, и по командам, и по играм, по темпу игры, скорее всего, да, что мы на третьем месте, но еще хотелось бы немножко увеличить именно игровой темп, чтобы и болельщикам было еще интереснее смотреть, чтобы было меньше пауз, меньше вот этих всяких непонятных вещей, которые иногда происходят на футбольном поле, хитростей, скажем так, футбольные. Мы должны, скажем, годом увеличивать все темп, 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 тогда и, я думаю, болельщик потянется и будет приходить заполнять наши трибуны на всех стадионах. Да, да, повторюсь, надо стремиться к тому, чтобы увеличивать темп и как можно было меньше этих остановок, потому что, как для зрителя, это менее интересно. А когда игра идет без остановок, и быстрые мячи поддаются, и нету игру вот этих вот футбольных хитростей, как можно меньше надо этого избегать. Тогда и будет, я думаю, интересно и для болельщиков смотреть такой футбол. Согласен, потому что чемпионат – это лицо национальной сборной. Все стремятся попасть туда. Поэтому, если будет более конкурентоспособный и более мощный чемпионат, то, естественно, сборная будет от этого только выигрывать. Но, с другой стороны, надо строить инфраструктуру академий, чтобы академии работали хорошо и хорошие были условия в академиях у серьезных команд. Тогда у нас будет и молодежь, и подпитка будет, естественно, через молодежную сборную проходить. Итоговая цель – это, естественно, национальная сборная. Поэтому надо заниматься детьми, надо строить игровые площадки, чтобы они не зависали в телефонах, в всяких гаджетах. А вот, как мы раньше, на улице есть площадка, играли, 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 чтобы мы не теряли именно молодежь, потому что это наше будущее. Ну, тяжело. Немножко не получилась игра у нас домашняя с Насафом. Не так мы ожидали. И очень игра понравилась с ЭГМК. Потому что, как по мне, это две играющие команды, которые пытаются играть в футбол, а не в примитивный футбол. А именно, стараются что-то комбинировать. С такими командами всегда интересно играть, тем более обыгрывать их. Ну, за то время, которое я здесь, как бы, не могу пока выделить, чтобы кто-то был такой неудобный, сложный. Пока, пока, пока нет таких. Опять же, повторюсь, я всегда об этом говорил, буду говорить. Подача мячей мальчиками, да? Полбоя, быстро они должны это все водить. Если игрок получает какое-то там микроповреждение, быстро должна выезжать машина, увозить его за полем, там разбираться. Это, опять же, все идет к тому темп, темп игры. Если доктора вышли, значит, быстро машинка выбежала там, или, я не знаю, носилки, конечно. Но все это быстро должно оперативно делать, и чтобы дальше двигалась игра. Потому что, ну, это искусственные хитрости, это все понятно. Кто-то время тянет, кто-то там, еще что-то. Ну, от этого надо избавляться. Еще рано. Да, придет время, и я с ними разговариваю практически каждый день. Еще рано. Они должны еще обкататься, обыграться и все остальное. Придет время, когда, да, нужно будет уходить, естественно, для роста, для их роста, естественно. Но еще рановато. Обязательно. Ну, пока задача не стоит у нас, как бы, понятно, что надо ставить перед собой задачи, цели максимальные, там, выиграть Лигу чемпионов. Ну, пока у нас задача выход из группы. Вот. А там дальше будем смотреть. С этой командой, да, это не то, что возможно. Должны это делать. Естественно, мы сейчас и зимой будем усиливаться еще. Поэтому придет время, посмотрим. Повторюсь максимально и выиграть все во всех турнирах, в которых мы участвуем. И ожидания. Ну, надеюсь, что, конечно, доводить нам не хотелось бы до такого, как получилось в этом году до последнего тура, потому что и нервы, и все остальное. Но, тем не менее, это интересно. Адреналин другой, эмоции другие, все другое, нежели, как было раньше, за 3-4-5 туров уже становились чемпионами. Ну, к этому мы должны стремиться. Нам так спокойнее. Вот. Поэтому задача максимальная. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует.